И презентацию правильно включить. Ваше Пресвященство, досточтимы отцы, братья и сестры. Сегодня несколько последующих встреч мы посвятим памяти одного из выдающихся иерархов Русско-Православной Церкви 20-го столетия, митрополиту Алма-Атинскому и Казахстанскому Иосифу Чернову. Жизнь митрополита Иосифа была непрерывной чередой скорбей и гонений, испытаний и лишений, выдержать которые смог бы только человек, имеющий твердую веру, величайшее терпение, смирение перед непостижимым божественным промыслом и непреложным упованием на помощь Бога, который не попускает никому быть искушенным сверх его меры. Достойно удивления то, что в этих страданиях, которые выпали на его долю, владыка митрополит Иосиф не очерствел, не ожесточился, но стал для многих и многих православных христиан светом радости в мире печали. Благочестивой памятью людей владыка остался как митрополит-исповедник. Что это значит? Исповедники веры – это те, кто во время гонения открыто оглашали свою веру в Господа нашего Иисуса Христа и не отвергались ее. Более того, их исповеднический подвиг был неотделим от подвигов мучеников, потому что они также подвергались страданиям и пыткам, но они не были убиты, не претерпели смерть за Христа. Например, мы помним с вами историю Первого Вселенского собора 325 года. На нем практически все епископы были исповедниками. К примеру, Феофан и Феодор начертанные. Когда в свое время было внесено предложение им дать епископский сан, кто-то обмолвился, что, мол, у них нет поручителей. Тогда один из епископов сказал, а какие могут быть поручители? Исповедание их веры на их лицах. Потому что их лбы были изуродованы иконоборцами. 20 век в нашей многострадальной родине был веком неслыханных лютых домини на церковь Христову. Огромное число людей погибло в тюрьмах, лагерях и ссылках. В это тяжелое время испытаний и жил владыка-метрополит Иосиф. Будущий митрополит алматинский и казахстанский Иосиф родился в 1893 году в Могилеве, Белоруссии. Отец его был военный и часто брал с собой мальчика в казармы. «Мои детские уши слышали очень многое, но милостью Господней ничего дурного не прилепилось к моей душе», – напишет позже владыка. В семье, помимо Ивана, было еще несколько детей. Младший брат Иаков, Алексей, который станет советским прокурором и со своими двумя сыновьями будет расстрелян немцами. И сестра Анна, работая с сестрой Милосердия, она заразится инфекцией и умрет в 16 лет. Владыка-метрополит вспоминает, что когда ему было 4 года, он попал на службу в Михаил-Архангельский храм. Там он быстро поднялся на солью и заглянул за розовую катапитасму. После литургии служащий протеорей сказал его отцу, «Михаил Лаумыч, твой сын-лашутка очень рано хочет проникнуть в алтарь». Прошло время. Ване было 8 лет, когда товарищи его взяли в архиерейскую церковь. Он вспоминает, там в монастыре в задней части цирки кто-то стоял. Это был человек, на нем мантия была и клобок. Тут я в монастырь влюбился навсегда. Это была моя первая любовь в 8 лет. Полюбил монашество я. Домой только явился. Сейчас же оделся в черную юбку со складками, судак синий на голову. И стали мы играть в попов и монахов. Ваня собирал вокруг себя уличных мальчишек, и они играли в игры, связанные со служениями в церкви. «Когда я служил», — вспоминает Владыка, «то всех подряд причащал и всех исповедовал. И Петрахиль свой на них клал, какой у меня был. И Земка, и Мойша, и Еська, и все эти еврейские дети, Розочка, Хаечка, Груночка и свои — все это один приход. Я, конечно, архиерей Могилевский-Мстиславский. Юбку надевал мамину с сорока складками, сакосом служила, и утиральный белый амофор. Так вот, говорю я однажды детям, хотите в Троицу гулять на чердаке? Собираюсь, народ!» И началась литургия. У нас дикерии и трикерии были, свечи в монастыре агарки брали. И вот, когда их зажгли и подали мне, а мальчик протодиакон сказал, повелите, я вышел с дикериями и трикериями, креста не имели, боялись иметь крест. И говорю, «Призресь в небесе Божий, и вешдь, и посети виноград сей». И в это время, когда я поднял руки на рот, осенеть. Веники на чердаке загорелись, и огонь по всему ряду прошел. Пух-пух-пух. Я перепугался, разодрал риза своя и стал быстро эвакуацию детей делать, с чердака спускать. Сестра моя, Анечка, которая нас маме предала, я ей говорю, «Аня, ты же не говори матке, что мы гуляли в Троицу, и что пожар был, глядишь!» Только мать идет, она сейчас и говорит, «Мамочка, мы не играли в Троицу, и пожара не было». Сразу била меня мать, взяла веревку, намочила ее в рассоле огуречном, и давай лупить меня. Однажды был такой случай. Мы сами сделали кадила, и туда уголька раздули, и свечи, и я кадить пошел. Кругом хаты пошел. В это время возвращается тетя Варя. Мы не рассчитали, что Варя могла молоко быстро так продать, и вернется. Я уй-ой-ой и бежать в облачении. Юбка и кастрюлька на голове. А она то по Алешке даст лопаты, то по мне. Когда она по Алешке давала лопаты, я успевал дальше пробежать. Ну, она пошла к моей мальчике и стала жаловаться, что, мол, сожгут весь город. Он, видишь ли, ходит тут кадит. И мать опять начинает меня лупить. Брат мой, который потом прокурором стал, Алеша, говорит, если и я причастен к этому, я не убегаю. Мама, если ты бьешь Ваньку за веру, то и меня бей. А раз поехал я на кабане к Бондаревым, в сеночную служить. Но ворота у Бондарев не открыли, а только калитку. И об Кося так ударил правое колено, что две недели я лежал. Вот служение архиерейское было мальчишке в 14 лет. Здесь мне бы хотелось бы вспомнить один пример также игры христианских детей, описанной у Иоанна Мосха в логе духовном. Там дети играли в литургию. Они собрались и сделали престол из камня и стали возносить дары. И в это время огонь сошел на дары и паял их, жег. Родители их вышли искать и обнаружили детей в таком бессознательном состоянии. Я немного акцентировала внимание в детских играх владыки Иосифа. Почему? Родителям необходимо замечать, какие игры занимают их детей. Это очень важно. Кто знает, не растет ли и в вашей семье будущий святильник церкви, монах или монахиня. По опыту нашего монастыря скажу, как правило, если родители узнают о том, что девочка хочет в монастырь, они очень пугаются. Не надо бояться. Вы получите еще при жизни от Господа большую награду. Ведь церковное предание говорит о том, что молитвы монаха спасают род до седьмого колена. Далее хотелось бы вспомнить также мнение специалистов, которые считают, что активное становление личности у детей происходит от трех до десяти лет. Это возраст бурного общения, познания мира. И, конечно, очень бы хотелось, чтобы наши дети познавали мир с помощью хороших книг, а не по сотовым и телефонам. Вот смотрите, еще один интересный момент, замечание, которое сделал сам владыка о своей игре в попов и монахов, что они креста не имели, боялись. Это очень важное качество, которое нужно воспитывать в детях, особенно если они растут в церковной среде. Это страх Божий и благоговение перед церковью. Итак, Ваня в 1910 году, с ним случается одно знаменательное событие. Он жил у родственников по материнской линии. Они имели свою столярную мастерскую по производству гробов и рейнский погреб. Они были бездетны, и Ваню очень доверяли и любили, потому что считали, что Ваня мальчик святой. В том же году переносили из Киева мощи преподобной Ефросинии Полоцкой. Ваня пошел приложиться к мощам преподобной Ефросинии и попал к ним только в 4 часа утра. Настолько была большая очередь. На другую ночь он увидел во сне, как преподобную несут, и в это время она поднимается в гробе. Я стою босичком, а она поднимается в гробнице и смотрит на меня. И я проснулся. В это время он как раз спал в гробу. Когда Ваня увидел этот сон, больше он уже не мог спать и принял решение в монастырь. Вообще этот сон не случает, конечно. В житии святой преподобной Ефросинии пишется, что ежели посмотрит на кого своими очами, то чат не знает, есть ли в том человеке дар неудивительный. Когда Ваня захотел в монастырь, то родители его не противились. Мачеха заплакала, правда. Я давно замечала, что его рука к Богу клонится. Отец успокаивал ее и говорил, пусть идет, чтобы потом он нас ни в чем не упрекнул. В 1910 году Ваня поступает в мужской Белынический монастырь. Он убирает в трапезной, моет посуду и котлы. Также ему было поручено убирать у Царицы Небесной на той площадке, где икона чудотворно находилась над алтарем. Ваня встанет на колени и молится. Матерь Божия, прими меня в свой монастырь, буду всех слухаться, и молиться буду, и работать. И с того момента посыпалась на меня, как выражается, земное счастье. Краткая история Белынической иконы Божьей Матери такова. Когда Батыр разгромил Киев, несколько монахов взяли с собой древнюю икону византийского письма и ушли в лес. Они основали монастырь и построили церковь святаго пророка Ильи. Уже в первую ночь на выбранном месте от иконы начал исходить необычный свет. В память об этом чудном местечке, где был основан монастырь, и было название дано Белы Ничи, то есть Белы Ночи. Позже эта икона была похищена. С того времени в монастыре находится только ее копия. Эту икону часто проносили по белорусским уездам. Она также была и в Могилеве. Из Могилева крестным ходом ее уносили в тот уезд, который назначено было в этом году. Вот рассказ Владыки, как встречали эту чудотворную икону. Маленькие дети в нарядных костюмчиках шли с красочными корзиночками. В них было много цветов. Как правило, это были весенние ландыши. Я тоже занимался тем, что рвал цветы, чтобы бросать перед иконой Божьей Матери. Мы ходили за 7 километров в лес и набрали большую корзину ландышей. Несут корзиночку, одна корзиночка кончается, пустая отдается, берут полную. И вот как-то один квартал еще остался, а цветов уже не хватает. Что делать? Я говорю, Матерь Божия, цветов не хватает. И бросился со всех ног на губернаторскую гору. Цветы боялся рвать, высекут. Так я нарвал и лопухов, и крапивы, и всякой зелени. И бросал все это перед иконой до самого монастыря. И когда впервые меня в ссылку посылали, когда из тюрьмы меня вели вагон, давно, давно это было. Я был тогда игуменом только в 25-м году. Так люди, которые меня знали и мою службу слушали, они всего меня обсыпали белой астрой. Тогда я только вспоминал, вот тебе цветы от Матери Божией. Я шел, а вокруг меня по пяти, по пяти, по пяти конвой с винтовками. Я шел тогда и вспоминал, вот сыпятся на тебя цветы, царица небесная, за тот бурьян, который ты на горе тогда рвал. Это детское усердие и благоговение перед царицей небесной было возвращено владыке Иосифу, старице, в Алма-Ате, в столовой, где он сам обедал, когда был митрополитом уже, и угощал гостей. Круглый год стояло более 20 роз живыми цветами. Владыка вообще любил цветы и сам выращивал розы. Позже, в годы заключения, Владыка напишет стихотворение Ландыши. Оно было посвящено Игумену Пимену Извекову, будущему патриарху московскому, служившему тогда, в то время, ключарем в кафедральном соборе города Ростова-на-Дону. Чтобы свет любви и радости в нашем сердце не угас, Целомудренные ландыши по весне цветут у нас. О весенней тихой зореньке Нет украши той красы, На стебле его, на тоненьком, Две-три капельки росы. Мудрость ветхая, далекая, Различала и цвела, Вскрыта в ландыше Глубокая неземная красота. И не нами это сказано, Белый цвет Из древней свят, Из букета, Как отладана, Льется нежный аромат. И не зря народы древние От сердечных ран и мук Обрели в нем средство верное, Истоляя злой недуг. Из лесов Весною ранню, В тихом шепоте берез, В мир печали и страдания Ландыш нам принес Христос. Настоятелем монастыря, Куда попал Ваня, Был архимандрит Арсений Смоленец. Он родился в 1873 году В польской интеллигентной семье. В 1896 году Он окончил юридический факультет Варшавского университета И позже поступил В Казанскую духовную академию. После четырехлетнего опыта На судебных должностях Им было окончательно принято решение Идти по духовной стезе. Уже в 1907 году Владыка Арсений Назначается настоятелем Билынического Богородицкого монастыря Могилевской епархии, Где приобретает верного духовного сына Будущего митрополита Алматинского Иосифа. Митрополит Мануэл Лемешевский В каталоге русских православных архиереев Пишет о владыке Арсении Смоленце так Он был человек неподкупной честности, Высшей принципиальности и последовательности, Но не по времени. От природы, одарен математическими способностями, Обладал феноменальной памятью, Знал много иностранных языков. Ни перед кем он не заисквал себе славы, Любил правду в людях И ценил ее превыше всего. В Троицком соборе Александра Дневской лавры Архимандрит Арсений Смоленец Был хиротонистан воепископа Пятигорского, Викария Владикавказской епархии. В хиротоне участвовал Ярославский архиепископ Тихон Билайон, Будущий патриарх московский, Исия Руси. Владыка Митрополит Иосиф Позже будет писать о своем духовном отце. Судьба промысел Подарил мне встречу на моем жизненном пути С этим человеком, Которого жизнь была почти легенда, Но реальность. Отрок Иван в 17 лет Становится послушником монастыря И келеником Архимандрита Арсения, Который принимал самое теплое И живое участие в его образовании И воспитании. Однажды он подал своему келенику Иоанну Томик Маркса и Энглиса И сказал, «Почитай, Ваня, и знай суть. Тебе придется жить при таком строе». Позже, будучи уже архиереем, Владыка Иосиф Поразит своего следователя, Читая на память Классиков марксизма. Когда послушнику Иоанну Было 19 лет, Он получает свой Арарь. Он был необыкновенно счастлив И сам говорил, Что поступление в монастырь И получение Араря Были самые счастливые моменты В его жизни. С 1912 по 1917 год Ипподиакон Иоанн Чернов Со своим владыкой Проживал в Тверском Успенском Отрочем монастыре. Этот монастырь, Основанный в XIII веке, Был известен тем, Что туда был сослан Священномученик Метрополит Московский Филипп. В XIII году XX века Этот монастырь практически Был полностью разрушен И от него остался Только собор Успения Пресвятой Богородицы. В этом же монастыре В 1912 году Ваня была подарена монахами Привезенная с Афона Икона Божьей Матери Иверская. С этой иконой Владыка Иосиф Не разлучался В течение всей своей жизни. Ему удавалось Иметь ее при себе Даже в лагерях. И Матерь Божия Через эту икону Удерживала свой покров Над Семиренным Ее послушником И почитателем. 7 сентября 1917 года Владыка Арсений Смоленец Был назначен Епископом Приазовским И Таганровским Викарием Екатеринаславской Епархии. В Таганроге В то время Существовало Подворье Старца Павла Называемо так По имени Его основателя Преподобного Старца Павла Сташкова Ныне Канонизированного. После его Блаженной кончины В 1879 году Старшинство В общине Приняла ученица И послушница Старца Мария Андреевна Величко Которая Проводя жизнь Истинной подвижницей В посте И непрестанном Молитве Ко времени Приезда В Таганрог Епископа Арсения Со своим Юным Иподиаконом Сама уже Старцей Не по возрасту Только Но и по данным Ей от Бога Благодатным Дарованием И с этой Замечательной Удивительно Мудрой Старицей Произошла Встреча Вани Чернова При следующих Обстоятельствах Ваня Нашонок Который С архиереем Приехал Да вы дуры Это архиерей И дальше поехали Я тогда был Молод И не обратил Внимания На это Перешел Через улицу И понес Свечу Дальше На этом Владыка Благословите Сегодня Закончите Конференцию Машка Благодарим вас За Рассказ И это Только Начало Вот Впереди Нас Еще Ждут Сведения Рассказы О Исповедническом Пути Митрополита Иосифа И особенно Будет интересно О его Архипастерской И В то же время Пастерской Деятельности То есть Он Кроме того Что исполнял Архиерейские Обязанности Он еще Был Отцом Духовным Для многих И многих Людей И там Тоже для нас Будет много Ценного Но в частности Я книгу читал Но для всех Можно Объявление сделать Что все это Написано В книге Цвет радости В мире печали Книга Очень хорошая Познавательная Она есть Также И в МП3 формате Можно и Слушать При желании Сегодня Я хочу Обратить внимание На тот момент Который будет Позже Рассказан О том Что Владыка Иосиф Чернов Он заботился О пополнении Церкви Священнослужителями Но вот После Великой Отечественной Войны Конечно Людей В принципе Мужчин было Немного Затем В годы Скажем 60-е Комсомольцев Много То есть Проводилась С молодежью Работа Такая Атеистическая Не так много Мужчин было В храме Юноши Ну и Конечно Запрещали Чтобы они Ходили в храм Вот И он Как-то Сказал Своим Прихожанам Бабушкам Говорит Так У кого Есть Племянники Сыновья Внуки Такого Возраста Ну скажем Старшеклассники Или Молодые Мужчины То Приводите И всех Ко мне И С такими Людьми Он Общался Особо Уделял И внимание Молился О них И многих И многих Из них Потом Довел До рукоположения Рукоположил Тогда Ценза Особо Не было Такого Образовательного Не все Заканчивали Семинарии Но он Умел Довольно За Такой Краткий Курс Привести Людей К такому Желанию Горению Стать Истинными Пастырями Вот Сам он Был Образцом Для Всех Пастырей Вот Это Для нас Сегодня Очень И очень Актуально Нужно Заботиться О Возрастающем Поколении Ну И О других Примечательных Особенностях Этого Великого Подвижника Нашего Современника Вот Машка Еще Расскажет Ждем Следующих Уроков Спасибо Господь За внимание